Орбитальная гелиостанция. Размеры солнечных батарей – километры. Вырабатываемая энергия – тераваты. Она передается на Землю лазерным лучом. Миру больше не нужны земные энергоресурсы. Главный источник – Солнце. Наше Солнце – огромный термоядерный реактор. Каждую секунду оно уделяет гигантское количество энергии. До Земли долетает лишь малая часть. Но даже если эту энергию, как рассчитали ученые, равномерно распределить по поверхности нашей планеты, получится на 1 квадратный метр 1,7 киловатт. Как раз, чтобы вскипятить чайник. Впервые гелиостанцию в космосе предложил построить американский ученый Питер Глэйзер 30 лет назад. Тогда идею не оценили. Сегодня, когда ежедневно на планете рождаются 250 тысяч землян, а через 7 лет жителей увеличится на треть, проблема альтернативных источников энергии неизбежна. Запасы углеводородов иссякают. Альтернативная энергетика вышла на уровень и уже обгоняет атомную энергетику в мире. Солнце там занимает весьма существенную часть. Международная космическая станция. Здесь все системы работают от солнечных батарей. Яркий пример, как человек может обходиться без нефти и газа. Разогреть еду, провести эксперименты. И даже сеанс связи с Землей. Все это энергия Солнца. Пехот энергии – это солнечная активность, это солнечные лучи, которые заряжают наши батареи. И эти батареи в свою очередь питают нас в ночные пролеты. То есть 16 раз в сутки у нас день-ночь. Поэтому в ночное время мы непосредственно питаемся, ну не мы, а наши системы питаются от батарей, которые находятся на борту нашей станции. Площадь солнечных батарей МКС – это 8 баскетбольных площадок. Пока станция находится на солнечной стороне, батареи генерируют энергию. Как только МКС заходит в тень Земли, включаются аккумуляторы, которые заряжаются Солнцем. Привет, я на связи. Все системы на станции работают непрерывно. От этого зависит жизнь космонавтов. И хотя Солнце – неисчерпаемый источник энергии, однако и здесь, в космосе, порой приходится соблюдать земной закон. Экономить электроэнергию. Есть такие режимы динамические, например, стыковки или ВКД. Солнечные батареи должны останавливаться на эти режимы, если экипаж. Но ВКД проходит мимо солнечной батареи, она не имеет права вращаться. Понятно, значит, мощность падает, да? Мощность падает, значит, нужно ее экономить на борту. История солнечной энергетики начинается с истории покорения космоса. В 1958 году третий искусственный спутник Земли впервые питался энергией Солнца. Тогда это были батареи экспериментальные, энергопитание спутника было от аккумуляторных батарей. Они носили, скорее так, исследовательный научный характер. Маленькие, небольшие, единицы ватт были по мощности. Но, тем не менее, они продемонстрировали сам принцип, что Солнце дает электричество на борт космического аппарата. Это готовые солнечные батареи для спутников связи «Ямал» и «Экспресс-АТ-1», который будет транслировать сочинскую Олимпиаду. Сборка панелей – кропотливый труд. Тысяча пластин толщиной меньше миллиметра, как лезвия бритвы. Привариваем к фото-преобразователю шину накладную. Конечно, не хочется ничего испортить. Они еще очень тонкие. Каждая пластина – продукт штучный. Проверяют по несколько раз. На брак – светочувствительность. Брак различный бывает. Трещины стекла, низкий ток бывает. Итоговая проверка. Темная комната. Мощный свет – имитация Солнца. Перед вспышкой просят закрыть глаза. Можно ослепнуть. Глаза. Сегодня солнечная энергетика развивается быстро. Еще недавно КПД солнечной батареи на основе кремния был 14%. После революционных нововведений Арсенида Галлия солнечные батареи стали конкурентами атомных электростанций. Многие годы, 40 лет подряд, это были кремниевые солнечные батареи. 10 лет назад примерно произошла революция в этой области. Мир перешел на так называемые каскадные Арсенид Галлиевые солнечные элементы. У которых этот параметр вдвое больше 400 ватт на квадратный метр уже сегодня. У которых гораздо больше срок службы. Фотопреобразователь состоит из тончайших слоев Арсенида Галлия. Свет, падая на каждый слой, преобразовывается в энергию. Получается, чем больше слоев, тем больше энергии. Пока их только три на пластине, а можно делать пять-шесть. Но это грядущее. Тогда солнечным батареям уже не будет равных. Солнце у нас неисчерпаемый источник энергии. И поэтому пока Солнце светит, соответственно, он поставляет энергию. Сейчас на орбите все современные спутники с батареями из Арсенида Галлия. Они легкие и гарантия 15 лет беспребойной работы. Для космоса важнее всего эффективность. То есть максимум мощности на единицу массы. И вот все это ему подчинено. Вот солнечная батарея, около которой мы стоим, для спутника Ямал-401. Мы делаем для нее солнечные батареи. Здесь солнечная батарея в суммарной площади более 60 квадратных метров 20 киловатт. То есть это большая солнечная электростанция для спутника. И сейчас это действительно новое поколение солнечных батарей для космоса. Пока такие солнечные панели – вещь дорогостоящая. Создатели бьются за снижение стоимости. Конкуренция высокая. Практики уверяют, еще лет пять и гелиостанция на орбите может стать вполне реальным проектом. Например, для того, чтобы полететь к Марсу, надо в околозерном пространстве все равно развернуть опорную электростанцию. Мощность которой может быть равна примерно 6 мегаватт. Это тоже очень большая солнечная батарея. В середине прошлого столетия советский астрофизик, основатель радиоастрономии Иосиф Шкловский предположил, Наивысшей степени развития цивилизация достигнет тогда, когда освоит энергетику целой галактики. Однако вначале мы должны приручить Солнце. 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 Солнце.